МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! В эфире гаджеты и люди, программа о самом интересном в мире айти на телеканале ТНТ-Мьюзик. Меня зовут Алена, мы начинаем. Сегодня 7-летний блогер-миллиардер, часы с синтезатором, напечатанный мотоцикл и лучшая игра недели. Пока вы смотрите эту программу, Европейское космическое агентство думает о том, как бы покорить космос и делает очередные шаги. Вот совсем недавно был опубликован ролик о том, как проходил старт космического грузового корабля. Все это собрали в эпичный таймлапс. Старт космического корабля впервые запечатлили прямо с борта МКС. Видео демонстрирует пуск российского корабля «Прогресс», заставляющего полезный груз к Международной космической станции. Эти завораживающие кадры записал немецкий астронавт Александр Герст. При этом в ролике можно увидеть все стадии запуска и полета грузовика к станции. Крутое зрелище! Пока ракеты запускают в космос, на Земле происходят очень странные вещи. Семилетний мальчик-блогер, который снимает видео на YouTube, заработал чуть больше 120 миллионов рублей в месяц. После таких новостей мне порой кажется, что я работаю где-то не там. Орбс опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube за этот год. Рейтинг возглавил канал семилетнего ребенка, который распаковывает подарки и играет с ними. Второе место занял Джейк Пол, он снимает клипы и пранки. У него больше 17 миллионов подписчиков, а ежегодный доход составил более 20 миллионов долларов. Третье место занял канал Dude Perfect, на котором пятеро молодых людей исполняют различные спортивные трюки. Их аудитория огромна, и число подписчиков перевалило за 36 миллионов. А доход составил 20 миллионов долларов. На днях общественности показали совершенно новый дисплей. Говорят, писать на нем можно практически без задержки. Новейшая технология дисплея позволяет писать на нем с помощью стилуса почти без задержки. Суть технологии заключается в том, что дисплей получает данные напрямую от стилуса, а не от подложки дисплея, как было раньше. Экраны с подобной технологией могут появиться как в небольших устройствах, так и в презентационных досках. Технология должна особенно понравиться художникам и дизайнерам. Интересно, какой Москву в будущем видят звезды? Маркус Рива у нас в гостях прямо сейчас поделится своими мыслями. Очень популярный теперь уже не только в Латвии, но и в России диджей, певец, а также модель, актер и телеведущий Маркус Рива. Он поразмышлял на тему, как изменится Москва через 50 лет. Будет очень много технологии, все будет, не знаю, в электронном виде. То, что, мне кажется, больше не будет таких машин, как я сейчас, все будет на электронику. И, мне кажется, это все будет не только типа один или там два этажа, но это будут уже такие машины, которые летают. Я думаю, что это уже совсем скоро. А вот Москву через 500 лет Маркус Рива видит супертехнологичный. А через 500 лет это, я думаю, что будет совсем другой город. Тут будет, наверное, гораздо больше людей. Если у вас сейчас есть Москва-сити, где есть все эти большие здания, тогда, мне кажется, потом будет вся Москва такая и реально уже там будет. Ну, как мы смотрим это реально в фильмах. Друзья, мы с вами сейчас в музее, который называется Экспериментаниум. И здесь столько много всяких интересных штук, о которых мне, ну, очень хочется вам рассказать. Несмотря на то, что это музей, на него он совсем не похож. Это место, где все можно потрогать, послушать и опробовать на себе. Музей Экспериментаниум. Замечательный проект, который, я считаю, что очень нужен детям нашим современным. Этот музей, он предлагает нам разобраться с тем, как, почему, зачем. И, соответственно, все еще можно и трогать. Это гигантский аттракцион для детей, в который, конечно же, стоит приходить и изучать какие-то науки. Здесь несколько залов, каждый из которых уникален. Акустика, физика, залы головоломок, водная комната. Чего здесь только нет. Итак, один из всеми любимых экспонатов – это плазменный шар Тесла. На нем мы обычно рассказываем, показываем принцип работы сенсорных телефонов, сенсорных планшетов. В общем, все, что связано с сенсорами. Внутри шара плазма, очень сильно нагретый с помощью электричества инертные газы. Так вот, электричество старается занять для себя какую-то емкость, и ей выступает человек. Поэтому, когда мы прикасаемся к шару, молнии тянутся к нам. Наши сенсорные экраны работают точно по такому же принципу. Только там уже не газа внутри, а специальная смесь металлов. И, соответственно, на экран подается электричество. И так как человек является емкостью, то при касании пальцем экрана мобильного телефона электричество тянется к нашему пальцу. Поэтому мы можем листать странички в интернете, кидать птичек в Angry Birds, ну и так далее, тому подобное, играть во все игрушки. А теперь, если позволите, Алена, можно вас для эксперимента сюда вызвать? Да. Вставайте на вот эту вот тумбочку. Мы возьмем вот такую лампу, соответственно, вручим ее Алене. Затем Алена докоснется шарика. Касайтесь. И лампочка, соответственно, загорается. Дело в том, что сейчас электричество идет через Алену, проходит через лампочку. Далее он идет в меня и уходит в землю. Через Алену оно в землю уйти не может, потому что она стоит на специальной платформе, которая не пропускает электричество. Но у Алена человек уникальный. Помимо того, что она умеет включать лампочки, она их еще умеет интересным способом выключать. Все дело в том, что вот здесь на пальце у Алены есть кнопка, специальный выключатель. Выколкал. Я на самом деле просто-напросто заземлил этот шар чуть раньше, чем у Алены в руках находилась лампочка. Электричество у нас идет по пути наименьшего сопротивления. Сейчас выгодно через лампочку, через меня и в землю. А вот сейчас сразу же через меня и сразу в землю. Спасибо, Алена. На самом деле здесь столько всего, что глаза просто разбегаются. И если вы придете сюда, тогда смело закладывайте три часа. Например, вы сможете наглядно посмотреть, как работает поляризационный фильтр, а экскурсоводы расскажут вам все в мельчайших подробностях. После можно увидеть, что из себя представляет интерактивная стена. Но будьте осторожны. В экспериментариуме могут своровать вашу тень. В общем, приходите, тут очень много всего. Прямо сейчас предлагаю поговорить о вещах, которые могут подойти к каждому из нас. И начнем мы с необычных часов. Это Синтвотч. Первые в мире наручные часы со встроенным синтезатором. Девайс оборудован семью клавишами, которые можно настраивать. Зайдет, конечно, исключительно музыкантам, которых у нас не так много, особенно тех, кто сам пишет музыку. Впрочем, даже эти часы немного функциональнее современных смарт-вотч. Несмотря на то, что у нас в России мотосезон давно закончился, а в Германии, похоже, все только начинается. Совсем недавно там показали особенный мотоцикл. Сложно поверить, но этот электробайк был напечатан на крупномасштабных 3D-принтерах. Размеры мотоцикла ничуть не уступают металлическим собратьям. Шина со специальными протекторами, ромбовидные колесные диски, рама, сиденья – все это было напечатано. Выглядит вполне себе, однако скажу сразу, что это лишь прототип, и о серийной модели пока речи не идет. Роботов, похожих на людей, мы уже видели. Дронов тоже сейчас предостаточно. А что насчет растений-киборгов? Как вам такое? Смотрите. Нет, никто, конечно, не сомневается, что инженеры способны придумать такое, от чего мурашки по телу пойдут или животик от смеха лопнет. Но в этот раз они ошарашили всю планету, создав удивительное растение-киборга. По факту, это сложная система синтез живых тканей и электромеханических компонентов. Электрические сигналы, вырабатываемые клетками растений в процессе жизнедеятельности, используются для управления двухколесной роботизированной платформой. Во время тестовых испытаний растение самостоятельно двигалось к источнику света. Удивительно будет посмотреть, чему еще оно научится. Какая игра номер один на этой неделе? Илья, мы ждем. Фанаты автомобильных шоу трепещите. К следующему сезону популярного автомобильного шоу The Grand Tour создатели запустят одноименную эпизодическую игру, которая будет выходить одновременно со свежими эпизодами автосериала. Смотрите шоу в прямом эфире, а сразу после включайте игру и пробуйте то же самое на своей шкуре. Кроме того, в игре будет локальный мультиплеер с разделенным экраном для четырех человек. При этом за предзаказ дают машины из первого и второго сезона шоу «Пожарные Жигули Мэя», экологическую машину Хаммонда и пляжные баги Кларксона. Релиз стартует 15 января за 30 долларов США на PlayStation 4 и Xbox One. Напоследок расскажу вам кое-что интересное. Многие из вас наверняка носят часы. Кто-то уже перешел на умные девайсы, а кто-то до сих пор верен старым механическим компаньонам, которые кроме времени ничего больше не показывают. Но речь не об этом, а о дизайне такого аксессуара. Ремешки нужны что для одних, что для других. Они могут быть самыми разными – резиновые, каучуковые, тканевые, металлические и кожаные. И если вам кажется, что сложнее всего создать ремешок из металла, то вы ошибаетесь. Процесс изготовления именно кожаного ремешка – один из самых непростых. Практически все этапы выполняются вручную – от выбора и сборки кожи до вырезания отверстий и окрашивания ремешка. Поэтому часы с таким ремешком нередко стоят дороже, если речь, конечно, не идет о премиальных брендах и дорогих металлах. Процесс, конечно, выглядит очень увлекательно. На этом все. Ищите нас в сети, смотрите выпуски онлайн и будьте в курсе всех событий на любимом Tentemusic. Я, Алена, прощаюсь с вами. Увидимся ровно через неделю в это же время. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok